Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся выработать какие-то решения. Знаете, то, что вы описываете, на мой взгляд, довольно серьёзное такое проявление импульсивного поведения с вашей стороны. Вот, я сейчас это без обвинения не говорю, просто чтобы вы понимали, что вы довольно импульсивно действуете. Вот, а в отношениях, как мне кажется, вот, это с одной стороны. С другой стороны, тут есть ещё такой момент, что вы ссоритесь со своей девушкой и не принимаете её изначально. Такой, какая вот она есть, собственно говоря. То есть, вы не принимаете её с ребёнком. Вот. И это, конечно, проблема, на мой взгляд, потому что не принимая ребёнка девушки, вы не принимаете её саму. И она, скорее всего, это чувствовала. Это могло, конечно, сыграть определяющую роль в ваших отношениях, но в первую очередь, конечно, важно то, из-за чего и как вы ссорились. Потому что вот тот факт, что вы ссорились, да, то, что вы ссорились, это свидетельствует о проблематике личных границ, о неких страхах, ваших страхах. Вот. Ну и, может быть, некоторым подавлением своих чувств, которые у вас имеют место быть. Как мне видится, одна из основных проблем ваших заключается в том, что вам некомфортно. Мы не с собой, самому с собой некомфортно. То есть, вы активно нуждаетесь в человеке. Активно. Самому вам, ну, плохо, по-видимому. Здесь очень важно понять, почему вам плохо, самому с собой. Да, то есть, у меня возникло вот это вот такое ощущение, что, ну, что наедине с собой вам тяжело достаточно. А, значит, вот вы пишите, что вы познакомились на сайте знакомств. Как вы к этому пришли? Очень важный момент, как мне кажется. Потому что, ну, то, как вы познакомились, то, что вас может объединять, да, то, что вас объединяет, например. Это очень важно для отношений. Потому что, если вот объединяющих моментов мало, или если объединяющие моменты, ну, касаются, да, касаются. Касаются только какой-то вот, ну, гендерные, например, истории, да. То, в таком случае, конечно, вам достаточно проблематично было бы удержать отношения на том уровне, чтобы не ссориться и чтобы их сохранить. Если вам не совсем, ну, как бы комфортно наедине с собой, то, естественным образом, вы, возможно, ну, возможно, вы ревнуете. Вот. Ну, ну, человека, да, возможно. Возможно, вы ревнуете, ну, как бы, вот, к ребенку ревнуете, возможно. Вот. Возможно, вы ревнуете, значит, женщину ревнуете. Вот. Возможно, вы просто, ну, как бы, в себе не уверены. Вот. Вот. Ну, суть включается, конечно, здесь именно в том, что вам, как-то вот в этой ситуации, вы чувствуете себя, ну, не совсем, не совсем, да, хорошо вы чувствуете себя, не совсем корректно вы чувствуете себя тревожно. Вот. И это, конечно, вас как-то вот беспокоит и напрягает. Как мне кажется, основная проблематика заключается, конечно, в том, что у вас именно вот мало чего связывает с женщиной. И то, что привлекает вас в ней, вот, то, почему она вам так важна, нужна. Да. На мой взгляд, надо бы, ну, как-то вот прояснить вам для себя, в чем, в чем, в чем важность ее для вас, в чем важность. Это, мне кажется, то, что нужно вам для себя выяснить в первую очередь. Все. Дальше уже будет немножко больше, ну, более понятно. Следующий важный момент, это в определенной степени, в определенной степени, третье лицо. То есть это вот именно ваши родные, ваши, значит, близкие, да. Вот. Ну, в данном случае это, это сестра, например. Вот. Можно говорить о том, что вы как-то вот, ну, не совсем выдерживаете личные границы своих отношений. Можно так сказать, что, ну, что, вами они не держатся. Вот. Что вы не удерживаете личные границы. Что, ну, вот, в курсе ваших отношений оказывается, собственно говоря, другие люди. В курсе того, вот, как вы, ну, что вы делаете. В курсе того, как вы, как у вас развиваются отношения и так далее и так далее. Ну, вот. Конечно, это, на мой взгляд, не очень хорошая история. Влияет она мне бы не положительно. Потому что подобный подход, он все-таки плодит множество слухов. Вот. Ну, вам, я думаю, слухи совершенно ни к чему. Личные. Личные слухи, по крайней мере. Дальше. Так. Это мне не у меня не нравилось, что у нее ребенок от первого брака. Почему? А, начали жить мне, что у меня с работы начались проблемы какого рода. Менял работу денег, приносил мало, мало внимания, удалил мало, наверное. То есть, у вас есть, ну, у вас были некоторые проблемы, которые, ну, по-видимому, слишком сильно вас волновали настолько, что вы, вот, как-то, вот, не могли, видимо, ну, адекватно взаимодействовать с своей женщиной. Да? Получается. Получается. Так. Вот. Вот. Опять же, здесь вопрос, с чем это связано, да? Почему так было и как так получилось, вот, что, ну, вот, такая штука произошла. Вот. Почему проблемы на работе, например, так вот, ну, так вот, сильно, да, на вас повлияло, повлияло настолько, что вы, ну, грубо говоря, стали мало уделять внимания своей женщине, вот, которой вы, ну, вроде как в отношениях находитесь. Вот. То есть, это такая достаточно важная штука, на мой взгляд, и эту важную вещь нужно понять, да? То есть, из-за чего, вследствие чего у вас начались проблемы на работе. Вот. Как проблемы на работе связаны с тем, что вы, ээээ, к примеру, мало уделяете внимания. Вот. Вам, эээ, вам не хотелось уделять внимания, или что, или как. Так. То есть, это вот, эээ, тоже такие, достаточно, ну, достаточно важные моменты, да, которые, которые нужно вам обратить своё внимание. Потому что, эээ, ну, для, эээ, какого-то, вот, понимания, что ли, ээээ, ситуации, да. Вот. Эээ, значит, по поводу денег, тоже, такой, достаточно, важный момент, эээ, какое значение они имеют для вас, деньги я имею ввиду. Вот. Ну и, соответственно, насколько волнует, насколько волнует это вашу, женщину, вот, и насколько это волнует вас. Вот. Дальше. Так. Постоянно ссорились. Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Вы уговаривали, значит, эээ, она говорила расстаться, я уговаривал, что изменюсь. Ну, а вот, опять же, да, вы уговорили, ну, уговорили, что изменитесь, а в какую сторону? Ээээ, куда вы изменитесь, ради чего вы изменитесь, ну, не совсем, здесь этот момент понятен. то есть, ну, если вы, эээ, допустим, эээ, значит, хотите меняться, да, то, ну, перемены, они, должны быть, ээээ, как-то, вот, достаточно такими, такими, ээээ, эээ, абсолютно, думаю, перемены должны быть. А в вашем же, ээээ, в случае, как мне, кажется, перемены, ээээ, вы не очень понимаете, я не очень понимаю и те, в какую, ээээ, сторону вам менять. Надо вот меняться, чтобы, ну, чтобы, чтобы что менять. Вот, меняться, чтобы что, меняться куда. Вот, и, хотите, хотите ли вы, сами, этого, ну, то есть, хочется ли вам, ээээ, самому, менять, вот, всегда, вот, такая, достаточно, ээээ, ну, достаточно важная, ээээ, достаточно важная, вот, ээээ, ну, нюансы. Вот, эээээ, дальше идём, ээээ, вы пишите, что у вас создали, значит, здесь психологический град скандал вам нужно изучить, ээээ, вот, и дальше вы пишите о том, что вы, эээ, поняли, как она была вам дорога, и, ээээ, после того, как её потеряла. Вот. Значит, мы её потеряли и, ээээ, поняли, ээээ, как она вам дорога была. Ну, ээээ, что я могу сказать. Здесь, ээээ, серьёзную роль играет факт потери, вообще. Это, ну, то, что вы человека потеряли, если это очень важную роль играет. А, что вы потеряли с этим человеком для себя, и что она вам, ну, что она вам дала или дает, да? Это очень важный момент, на который нужно вам найти ответ, потому что вы поняли, что человек дорог только когда потеряли. То есть это, ээээ, по сути, история про, ээээ, ну, про лечение того, что вам важно. И, на мой взгляд, ээээ, нужно разобраться, эээээ, с этим, там, вот. То есть, на мой взгляд, нужно разобраться с тем, чем это для вас так важно. Почему это для вас так важно, что вы, ну, грубо говоря, получали от человека, чего вам, может быть, не хватало, при, ну, когда, когда вы, например, один, да? Вот, с этого, собственно, с этого, наверное, и следует начинать работу, да? Вот, эээ, и разбор. Да, конечно, эээ, с вашей стороны, эээ, есть, в какой-то степени, эээ, ошибка. Вот, ошибка связана с тем, что вы, ну, привлекли, да, эээ, третью сторону, да? Что-то, вот, ну, привлекли, эээ, свою сестру. Вот, это, конечно, эээ, совершенно не хорошо, что вы привлекли, эээ, сестру, потому что, ну, встретились вообще редко, когда, эээ, могут, эээ, что-то хорошее, что-то хорошее дать. Вот, ну, опять же, вы это сделали потому, что вам что-то хотелось, вы это сделали, эээ, потому что вам что-то, что-то было нужно, вы это сделали, потому что вы, ээээ, ну, в чем-то нуждались, вот, и наша задача, как специалистов, это понять, понять, в чем вы нуждались, эээ, понять, чего вы хотели. И, разобрать это, рассмотреть это. Решить ваши, эээ, собственные проблемы, чтобы они, проблемы, то есть, эээ, не влияли на, ну, как бы, на, ээээ, ээээ, вы надеете ваши, с ээээ, с ээээ, с ээээ, женщины. Вот, потому что, ээээ, сейчас, к сожалению, ну, есть, вот, такой, ээээ, есть, ээээ, такой нюанс, да, что, эээээ, влияние, оно, присутствует. Вот. И оно достаточно сильно, это влияло. Поэтому, если вам этого не хочется, ээээ, если вы считаете, что это нужно прекращать, то, эээ, действовать вам нужно, именно, вот, в том направлении, в каком я, примерно, указал вам. Вот. И, тогда, собственно, будет, какой-то результат. Эээээ, меняться, меняться. Если вы, эээээ, если вы хотите меняться, то меняться нужно для, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, для женщины меня оценивать, да, потому что она может и не оценить, а вам, собственно, ещё жить, да, и зависеть здесь от её позиции, вот, решение далеко не самое хорошее и не самое зрелое, но учитывать вам нужно следующее, что если вы вернёте женщину, если вы её вернёте, но после этого опять у вас что-то не получится, вот, то ещё это расставание произойдёт очень и очень болезненно. Я бы даже сказал, что вероятно фатал, фатал, вот, поэтому имейте, пожалуйста, в виду, действуйте аккуратно, разберитесь со своими собственными желаниями, разберитесь со своими собственными эмоциями, вот, в том числе можно и с помощью психолога это сделать, вот, а дальше уже решайте, как будете действовать, ну, в контексте своей девушки, вот, как будете делать, вот, на этом всё, я надеюсь, что это было вам полезно, я желаю вам всего опять же самого доброго и удачи!